Идей будут давать. Брать его нельзя, потому что небо видит, что ты как муха попадешь вот в эту паутину. Если скобки вывернуты, бери, ну если нужно, бери, ты мухой не станешь. Ты мухой не станешь. Это все вопрос судьбы. Итак, Солнце, это кредиты на дело, на производство, на бизнес, на предпринимательство. Луна, Плутон-Луна, тут тоже нет такого варианта в этом гороскопе, нету такого Плутон-Луна. Плутон-Луна это потребительские кредиты. Потребительские кредиты, Плутон-Луна, то есть если аспект сходящийся, бери, расходящийся, потребительский кредит брать нельзя. Брать нельзя, потому что Плутон-Луна это очень опасно. В чем опасность расходящегося аспекта? Опасность в том, что ты, взяв кредит, превратишься в эту муху. Ты или не сможешь его выплачивать. То есть на тот момент, когда ты брал, тебе казалось, ты думал, так была ситуация, что ты сможешь. А потом что-то изменится, и окажется, что ты не тянешь этот кредит. Ты не платежеспособен. Или изменится что-то, ситуация в банке изменится. Ну в общем, что-то вот здесь вот произойдет, и ты окажешься в роли той самой замечательной мухи из известного стихотворения. Корнея Ивановича Чуковского. Плутон-Луна-потребительский кредит. Плутон-Меркурий. Вы успеваете? Коллеги, то, что я вам сейчас диктую, может даже важнее седьмого раздела, потому что люди не вышли замуж и счастливы, а тема банков и вот этого всего, это страшная тема. Но это восьмой том, там веселых тем в восьмом доме не бывает. Плутон в восьмом доме. Это хорошо, он там как раз дадут, дадут, приди, дадут. Только вопрос. Вы поняли, что дадут и надо, это два раза. Дадут, это не значит, что тебе это надо брать. А не дадут, это еще не значит, что надо расстраиваться. Может наоборот тебе повезло, что тебе не дали, а ты бы вот тут оказался. В скобках, все, ты муха и ты попал в паутину к пауку. Плутон, я вам просто не успел сказать, мы записали вначале, что помните, добрые планеты дадут, злые не дадут. Там есть исключение из правила, как раз Плутон в восьмом доме, банки вас обожают. И банки, и частные заемщики, вам все хотят дать деньги. Только брать ли и, да, это другой вопрос. Да, хотят, да. У кого Плутон в восьмом доме? Вас любят там. Он вас такое, чувствует что-то родное, и если вы туда придете, вам дадут. Денег дадут. Следующее. Плутон, Меркурий, автопредиты. Да, когда Собянин только стал мэром, и ему на оперативках докладывали о невыносимой ситуации в Москве с движением пробками и пассажиром потоком, он сказал, ничего не знаю, как хотите, ну типа чуть ли хоть отстреливайте, но чтобы автомобилей стало меньше. А ему объясняют, Сергей Семенович, их так много, потому что рынок автокредит, потому что их дарят, ну как бы, рынок автокредитования был столь обширным, что любой заходил с улицы и между походом в Ашан и в кино оформлял, что оформлял? Автокредит, да, да. А то, что это не его машина, это дело десятое, но на дороге-то она уже физически появлялась, и поэтому автокредитование привело к бурному этому геометрическому росту количества автотранспортных средств. Это Плутон-Меркурий. Плутон-Меркурий проверяем по автокредиту. Если человек собрался авто купить в кредит, надо смотреть по компьютеру. Коллеги, вы поняли, что вам для этого распечатки мало, вам надо компьютер включить? Это быстрее всего. Подвести к Плутону какую кнопку? Правую и вот эту штуку высветить. Вот Плутон-Меркурий тут в списке нет. Точнее, там есть, но там дециль, это минорный аспект, мы его не берем, не смотрим. Итак, Плутон-Меркурий это автокредиты, это кроме автокредитов, это кредиты на путешествия, кредиты на путешествия и на лечение. Это Плутон-Меркурий.